Девушки отдыхают На прошлом занятии мы уже коснулись этой темы, когда попытались проанализировать мое выступление на предмет выделения в нем основы, составленные элементами библейского и систематического богословия. А теперь давайте посмотрим непосредственно на способы применения тех знаний, которые нам дает библейское богословие. И в качестве вступления хотелось бы вспомнить лекцию, с которой Майкл Гохин, кажется, так произносится его фамилия. Выступил в колледже Риджент в Ванкувере в ноябре 2006 года. В списке литературы она есть. Называется лекция «Необходимость восприятия Библии как единого целого в 21 веке». Он пишет, «Недавно Боб Уэббер и Фил Кеннон составили воззвание к сообществу евангельских христиан, которое получило широкий отклик и поддержку со стороны христианских лидеров. Это призыв к сохранению верности в обстановке практически повсеместной угрозы Евангелию в начале 21 века». После краткого вступления, в котором авторы декларируют авторитет Священного Писания и обозначают целый ряд сложнейших задач, с которыми сегодня сталкивается Евангельская Церковь, они пишут, «Сегодня, как и в эпоху ранней Церкви, Церковь сталкивается с огромным количеством метанарративов, которые противоречат Евангелию, но претендуют на его авторитетность». Животрепещущий вопрос заключается в следующем. Какой нарратив будет ориентиром для мира? Какой нарратив будет ориентиром для мира? По мнению Уэббера, в число реальных претендентов входят «Ислам», «Либеральная демократия» и «Марксизм». Помните, что Китай тогда был во многом коммунистической страной. В противовес этим трем вариантам Уэббер и Кеннон говорят, цитирую, «В условиях подобной конкуренции мы призываем евангельских христиан возродить истину Божьего Слова как подлинную историю мира и сделать ее центром и основой христианской жизни». Я бы, кстати, к трем названным вариантам добавил еще постмодернистский антинарратив с его постулатом о наличии множества микронарративов и невозможность выстроить какой-либо единый метанарратив. Итак, этот вариант отрицает меганарратив. Итак, первый раздел «Воззвание» заглавлен о примате библейского нарратива, как говорит Гохин. Уточнение этого момента по убеждению авторов, то есть Уэббера и Кеннона, первый и основополагающий шаг, с чем и Гохин, и я абсолютно согласны. Гохин продолжает, «Вся человеческая жизнь представляет собой некий сюжет». И затем он цитирует Криса Райта, который был здесь буквально на прошлой неделе. Кстати, с Крисом Райтом я хорошо знаком. Мы вместе участвовали в нескольких проектах. Британский ученый-богослов Крис Райт. Вот что он говорит. «То, что Ветхий Завет представляет собой повествование, вещь очевидная, причем скажу больше. Ветхий Завет представляет собой единственно возможный нарратив, а точнее часть всеохватывающего и законченного повествования, сюжет которого в конечном итоге охватит все творение, время и человечество». Иначе говоря, этот текст является мета-наративом, гран-наративом, который, в свою очередь, служит основой для мировоззрения, которое, как и любое другое мировоззрение, стремится объяснить порядок вещей в этом мире, откуда все возникло и к чему в итоге придет. Это изложение, интерпретация действительности, рассказ о мире, в котором мы живем, и о том, чем все это закончится. «Мы живем в историчной вселенной», — заключает автор. Отсюда вопрос, добавлю я, «Так какая история будет определяющей для нашей жизни?» «Разумеется, библейское», — скажут христиане. «Тогда как же ее узнать?» А вот в этом, на мой взгляд, и должно помочь библейское богословие как дисциплина, как учебный предмет. А это, в свою очередь, повлияет на другие стороны нашей жизни, например, на то, как мы будем читать Писание, как будем проповедовать библейские истины, как будем их преподавать. Другие аспекты формирования христианского мировоззрения и Писания, благочестивая жизнь и Писания, исполнение Божьих поручений, участие в миссию Дэй. Начнем с пункта А, чтение Писания. Здесь я хотел бы подчеркнуть, насколько важно знать основополагающие тексты, тексты-ориентиры, знаковые библейские тексты, они просто известные. Так, например, в теме сотворения или учения о сотворении, наша задача заключается в том, чтобы не просто заучить какие-то стихи, а видеть основу целиком. Бытие 1, Псалом 8, Псалом 123, Исаии 40, разумеется, Иов 38-41, один из важнейших текстов о сотворении, Иоанна 1, Колоссиным 1, Евреям 1, и так далее. Учитесь выделять главные тематические ориентиры Писания, видеть соответствующие тексты в общем нарративе, в истории искупления. То же самое касается и темы Христос. Кто Он? Здесь необходимо вспомнить, где говорится о том, что Слово стало плотью. Если вы помните это место, Иоанна 1,14, это просто прекрасно. Всем христианам полезно знать подобные стихи наизусть. Однако тема Христос в целом основана на таких текстах, как Иоанна 1, Филиппийцам 2, Колоссиным 1, Евреям 1 и 2, и так далее. Все эти ссылки желательно помнить. В голову приходит сравнение с пешей прогулкой в лесу. Как у вас это там называется? Поход, кажется. Ах, вот, поход. Ну, в общем, бродить по тропинкам. Так вот, как человек пытается сориентироваться в лесу? Вспоминает, что 5 минут назад где-то пищал комар? Вряд ли. Когда стараешься запомнить дорогу обратно, то обращаешь внимание на что-то яркое, видимое, запоминающееся. Например, какой-нибудь камень. Гору на противоположной стороне, иначе говоря, на приметные элементы ландшафта. Вот и я прошу вас запомнить наиболее приметные элементы библейского ландшафта. Главные тексты по той или иной теме и их место в общей конве библейской истории. Ориентиры и путь в целом. Ключевую роль в этом ландшафте играет обетование Аврааму в Бытие 12, 1, 2 и 3. Убежден, что, не поняв сути этого обетования, усмотреть единую канву в Библии будет крайне сложно. Итак, чтение Писания. Библейское богословие открывает нам тексты ориентира и их место в общей истории искупления. Вопрос. А как определить, что это текст ориентира? Как понять, что это текст ориентир? Например, послушайте курс по библейскому богословию. Почитайте книгу «Евангелие и царство» Грэма Голдсорси, а также послушайте проповеди и лекции, о которых я собираюсь вам сказать. Я ответил на ваш вопрос? Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok